Шить костюмы для своих питомцев Надежда Важдаева начала давно. Ей нравится, когда ее собаки выглядят с иголочки. Каждый год гардероб четвероногих друзей пополняется. В новых нарядах питомцы ездят на различные конкурсы. В октябре Надежда и ее животные приняли участие в международной выставке собак в Нижнем Новгороде. Мы готовились к военной тематике, потому что в этом году будет 75 лет Великой Отечественной Победы. Это у нас костюм танка и костюм военной медсестра. Военная медсестра у нас на удивление заняла первое место на выставке в Нижнем Новгороде. Танк у нас тоже на удивление почему-то ничего не занял, кроме приза зрительских симпатий. Это было что-то неожиданное. В конкурсе костюмов на международной выставке принял участие и пудель Рик. Он занял третье место. Вместе с хозяйкой Полиной они представили жюри сразу два костюма – незнайки и ромашки. Мне очень понравилась большая гордость за собаку. Мы, конечно, ездили с ним в этот раз. Первый для нас был. И мы не ожидали, что займем третье место. Просто хотели посмотреть, а все-таки получилось по-другому. В международной выставке собак приняло участие более тысячи собак. Оценивали участников в суде со всего мира. Там обязательно должен быть костюм сшит своими руками. Просто покупной костюм никогда туда не пойдет. Это одно из критерий. Ну и, конечно, он должен выглядеть еще в придаче, чтобы он был удобен собаке, чтобы собака могла в нем двигаться. А не просто одел, а собака встала. Помимо показа костюмов, на выставке можно было принять участие в породном ринге. Там определяли лучшего представителя породы. Победителем в этой номинации стал трехмесячный чихуахуа Александра Антошечкиной. Эксперт был с Хорватии и очень строго оценивала. Она его прижала к себе и говорила супер-супер-супер. В середине ноября участники клуба «Акбар» отправятся на Всероссийскую выставку в Саранск. А весной 2020 года они примут участие в параде победы.